Теперь у нас демонстрация, кстати, рабочего места виртуального. Займет недолго. Добрый коллеги, меня зовут Артем Икряков. Я занимаюсь виртуализацией на нашем направлении, как серверной, так и клиентской. Я сейчас вам попытаюсь продемонстрировать решение компании Citrix в области виртуальных рабочих станций. На примере рабочего места не моего адреса, рабочего ноутбука, а просто местного ноутбука, который был предоставлен. Ну, сценарий можно описать, как я пришел, допустим, в интернет-кафе. Мне нужно срочно, не знаю, поработать в отпуске или где-то в командировке. Я захожу на портал рабочий, в смысле на компании и получаю доступ к... к доступным мне рабочим столам. И приложение в данном случае. Буду демонстрировать продукт... Демонстрация была построена на базе продукт компании Citrix, Xen Desktop. Примерно того же функционала можно добиться, если использовать в аварии. Там отличаться особо ничем не будет. Сейчас получаю список доступных мне ресурсов. В данном случае это персонализированные дешктопы, которые сохраняют информацию, которую я нарабатываю. И дешктопы, которые созданы специально для какой-то конкретной задачи, в которые я могу зайти, поработать, выйти, и после меня изменения никакие не сохранятся. Собственно, начнем, наверное, с персонализированного дешктопа. Сейчас пытаюсь подключиться. Запускается клиент. Клиент запускается. Да, можно считать, что у нас медленные каналы связи. По ходу администрации вы можете, собственно, задавать вопросы, я попытаюсь на них ответить. Но пока NDP подключается, мы можем попытаться, не неперсонализированным, попытаться подключиться. Существует возможность работать сразу в нескольких дешктопах одновременно. Допустим, для одной задачи один рабочий стол, для другой другой. Допустим, для другой. Мы используем виртуальную машину в качестве машин, предоставляющих нам рабочий стол. В некоторых сценариях вы можете использовать физические станции. В частности, при работе с 3D-приложениями вы можете использовать бейт-сервера и отдавать их напрямую своим клиентам. Никто это не запрещает делать. По собственному опыту из периферийного оборудования практически все USB-шное оборудование поддерживается, за исключением кого-то специфических, допустим, специфических USB-ключей от некоторых банков, некоторых веб-камер, некоторых специфических устройств, которые представляются системе по одному, а работают совершенно под другим видом. Такие устройства надо проверять, смотреть, поддерживаются они или нет. Е-токен Pro – это обычные смарт-карты. Смарт-карты поддерживаются на базовом уровне. Они пробросуются именно как смарт-карты, а не как устройства. То есть, если говорить глубже, то вы можете устройство пробросить в рабочий стол как устройство USB. То есть, допустим, можно телефон подключить, либо какое-то устройство, сканер отпечатков пальцев USB или еще что-то, указку. Оно увидится в системе как USB-устройство. И часть устройств можно подключать как виртуальное устройство. То есть, те же смарт-карты, флеш-накопители, они будут подключаться в вашу сессию, как обычные диски. Ну, вот я продемонстрирую. Подключились локальные диски вот этого ноутбука. Я могу получить к ним доступ. Смотреть, какие файлы на них охранятся. Скопировать. Соответственно, все это, доступ к устройствам регулируется на уровне политик. То есть, вы можете вообще запретить отключение каких-либо устройств в сессии. Допустим, у вас есть задача дать пользователю Acrobat Reader для чтения документов внутренних ингейн. Допустим, мы отключаете буфер обмена, доступ к дискам и так далее. И пользователь просто лазит по документу и читает его. Естественно, никто не отменял фотоаппаратов или зрительной памяти, но какие-то средства защиты у вас есть. На практике, возвращаясь к периферийному оборудованию, очень редко у нас попадались такие оборудования. Но большинство аппаратных решений, как говорил Олег, не имеют способы проброса в сессии. То есть, переходники, специальные технологии, USB-ware network хотя бы и так далее. Я получил к случайному рабочему столу доступ. Я показал один из сценариев. То есть, я показал сценарий, когда я получаю доступ именно к рабочему столу. Я понимаю, что у многих из вас вызовет улыбку при использовании данной технологии на мобильных устройствах, на каких-то телефонов с мелкими экранами, либо планшетах. На планшетах, конечно, все лучше, но все равно не так хорошо, как на ноутбуках. Поэтому сразу могу сказать, что технология VDI не подразумевает доступ чисто к рабочему столу. Она также подразумевает доступ и к конкретному приложению. То есть, зачем вам получать доступ к рабочему столу, чтобы запустить на нем калькулятор или ноутпад, когда вы можете этот ноутпад получить на свое рабочее место без всего остального. Это стандартный терминальный доступ. В нынешних реалиях его подвели под технологию VDI, и это сейчас один из компонентов VDI. Вы можете получить доступ к обычному приложению, не запуская рабочий стол. Соответственно, меньше каналы нужны, лучше отклик на нестандартных устройствах маленьких и так далее. Собственно, наверное, подключение... Ну, Олег, да, упомянул о таком, как сказать, тренде, не тренде. В том, чтобы разделять между собой разные компоненты системы. Тенденция такова, что большинство производителей предоставляют средства для разделения. Среди слоев можно выделить операционную систему. То есть отделяется операционная система от пользовательских данных, от приложений и всего остального. То есть у вас есть люди, которые занимаются таковым образом операционной системой, они туда ничего не устанавливают, просто подготовят ее, устанавливают на нужные драйвера и так далее, и больше ни о чем не задумываются. Дальше идет слой приложений, которое доставляется в этот голый образ операционной системы и работают... То есть не устанавливаются туда заранее, а работают в некой песочнице, допустим, если это необходимо, либо просто туда доставляются и там запускаются. И дальше можно выделить слой персональных данных. Тут уже больная тема на всех решениях, можно сказать, потому что достаточно тяжело отделить этот слой от всех остальных, но возможно, который позволяет вам пользовательские данные, допустим, хранить отдельно, подгружать, когда вам нужно и так далее, и управлять ими, соответственно, отдельно от всего остального. Решений в данной области много. То есть некоторые решения позволяют вам, в частности от компании VmR, компания VmR заявляет, что ее средства позволяют вам безболезненно перейти с XP, допустим, на семерку, без модификации пользовательских профилей. Сегодня работали на XP, завтра раз, а все работают на семерке, пользовательские данные сохранены, подгрузились в семерку, пользователь счастлив и работает дальше. Ну, если это необходимо. Собственно, если есть вопросы, задавайте, я постараюсь ответить. Microsoft в 12 сервере, они достаточно далеко продвинулись в этом плане. То есть они предоставляют сейчас единое решение на терминальный доступ и VDI. Правда, VDI от Microsoft это только виртуальные машины на гипервизоре от Microsoft и только виртуальные машины, физические машины, допустим, туда подключить нельзя. Ограниченный по сравнению с другими вендорами набор политик, которые можно к ним применить, но достаточно функциональный для решений малого масштаба, так скажем. То есть у них уже достаточно хорошо работает проброс USB устройств, проброс дисков и всего остального, но еще там можно сказать, что хромает управление на больших внедрениях. А так как это полнофункциональное решение, его можно внедрять, причем некоторые заказчики его уже пытаются активно внедрять и использовать, несмотря на ограничения. Да, есть проекты на Microsoft с 12-м сервером, именно на VDI. Продолжение следует... Продолжение следует...